Всем привет! Это новый влог. Влог из серии Мои будни. Сейчас у нас пол шестого вечера и сегодня у нас пятница. А в пятницу я ничего не готовлю такого грандиозного, но просто сейчас вам покажу, что я сделала, что приготовила точнее. А приготовила, как я вам и говорила, вот такой курдюк, курдючный жир. Это бараний курдюк у нас. Я его отварила, он мягкий. Потом посолила и приправила. У меня здесь идет, приправила, короче, я красным перцем с чесноком размешанным. Запах обалденный. Знаете, в холодном варианте, если его так нарезать, с лучком, с хлебушком, очень вкусно. И сейчас я буду готовить горячий салат. Ну, горячий салат так называется, но это считается вторым блюдом у нас у казахов. А готовить я его буду из требухи бараний. Требухи. Я вот сейчас варю. Первую водичку я после закипания слила. Теперь у меня уже около трех с половиной часов это все варится. Вот так я сюда забросила лаврушку, черный перчик и соли побольше. Сейчас я это все буду обжаривать с луком и с овощами. И это считается как бы горячий салат. У нас обычно, когда режут бараны, обязательно подается вот в виде горячего салата этот вариант второго блюда. Покажу потом, как оно выглядит на деле. Так, смотрите, девочки, мелко нарубаем лук. Но я так рублю, потому что я не люблю, когда он большой. И потом раскаливаем масло и закидываем. Жарить лук нужно до золотистого цвета, чтобы он не был такой полудохлый. Он должен быть такой золотистый, подрумянинный, красивый. Так, лук у меня, видите, уже почти что такой красивый, золотистый. Требуха жарится еще. Сказала, что требуха жарится, она варится. Вот, смотрите, в ручку я закинула морковь и чесночок. В моем случае две морковки здесь. Одна большая лука, ведь, ну, вы видели же на видео. И два зубчика чеснока. Сейчас я еще сюда закину картошку и пожарю ее, тоже так, чтобы корочка была. Девочки, смотрите, добавила сюда я соль по вкусу, лавровый листочек, два лавровых листа. И хмели-сунели где-то, ну, там, тоже на глазок кидаю. А, еще черный перчик сейчас, минутку. Ну, черный перчик сюда уже. И все, это перемешиваю и оставляю пока где-то на минут 10. А потом уже буду добавлять требуху. Вот, девочки, смотрите, у меня картошечка уже такая, почти что, ну, почти что уже готовая. Я ее тушу на медленном огне, потому что у меня тут и морковочка. А почему морковки много, ну, вы, наверное, подумаете, у меня сочетание вкуса будет... Нет, вкус будет обалденный. Именно с требухой и с морковочкой это просто, это просто буйство вкуса и красок. А летом, когда ты добавляешь болгарский, м-м-м, вообще вкуснятина. Вот, девочки, смотрите, я закинула сюда требуху. Уже она у меня сваренная. Кто-то будет, наверное, воротить носом, говорить, ой, ужас, как можно это есть. Но у нас это любят требуха, она чистая, не какая-нибудь там грязная. Вообще из коровьей, ой, говяжьей требухи тоже очень вкусно получается. Девочки, попробуйте. Нереально вкусная. Чем хе из требухи? Мне нравится вот в таком варианте подачи. Вот, девочки, смотрите, вот так он получается. Просто вкусняшка. И подается желательно вот так с лучком. Вот этот у меня, ой, это у меня курдюк. Пробуем. И вот, в принципе, вот так все это готовится. Всем привет. Сегодня у нас, ну, не раннее утро, а 10 часов утра. Да, субботы. Так, кажется, 19 марта. Или 18, или 19 марта. Не буду убрать. И как вчера у меня был вопрос под моим влогом. Прям вопрос был задан к столу. Едим ли мы курицу? Ну вот, не знаю почему. Муж вчера вечером привез целую коробку на пробу белорусских окорочков. Мне сейчас надо, либо засолю, либо я закину в морозилку. В морозилку я вымола большую, потому что уже канины нету. Буду в холодильник запихивать. Вот такие дела. Кушаем мы курицу. Мы все кушаем. Свинину, конечно, нашей семье мы не употребляем. Не от того, что... Ну, в принципе, знаете, раньше мы не знали, что мы кушаем. А сейчас уже потихоньку-потихоньку все меняется. Вера все как бы устаканивается. Короче, ой, не буду сейчас углубляться. Не против я свинины, не против всего. Пусть Всевышний всем дает еду на нынешний день, на сущий день. Поэтому у некоторых и этого, конечно, не бывает. А так, из-за того, что мне задали вопрос, я решила с утра вот это снять. Вот. Курочку мы едим. Не то, что едим, а обожаем. Обожаем и гриль, и чикин из нее. Я вот, например, люблю окорочка. Дочка любит тоже такие части, где боли, а не костлявые. Я люблю грудку. Короче, я все люблю. Так, с окорочками управилась. Осталось пять штучек, не поместившихся. Ну, я и рада, потому что я это все так засолила не сильно. Короче, немного соли. И чуть-чуть постоит, потом в холодильник уберу. Это уже на каждодневную готовку. Там, если пожарить, тогда будет солоноватый привкус у мяса. Ну, такой, короче, вкусный будет привкус. Девочки, если кто не солит ни окорочка, ни другое какое-либо мясо, не посолите. Не сильно, конечно, и пусть постоит у вас несколько часов. И тогда оно приобретет такой приятный вкус во время варки, жарки. После готовки оно будет очень вкусным. Комментарий мне написала Марина Карлова. Спасибо вам. Люблю я отвечать на вопросы. И прям, вы знаете, вы прям как будто нагадали. Вы мне написали, и у меня вот появилась коробка окорочков. Будем теперь пробовать. Вот закинула один окорочок. Дома, в принципе, у меня на обед есть что покушать. А решила отварить окорочок и детям дать бульон, как бы куриный. Потому что дочка очень любит. Обрезала весь такой ненужную кожу, эту попу, все сняла. Кот будет рад. Потом многие, наверное, и не любят окорочка. Считают это, ну, не очень полезной едой. Ну, я не выбираю, честное слово. В годы войны люди из ремня варили суп и изжевали ремень. Так что лучше не гневить Бога и есть то, что тебе дают. Девочке, так как мне неудобно было, ну, вообще неудобно, чтобы моточек был на полу и его вот так туда-сюда, как бы, ну, тюльпало, я сделала, знаете что, вот такую штуку. Вот. Я приспособила сюда от ЛК-150 на бразер вот этот нитеводитель. На мою эту часть, не обращая внимания, ужасно, ужасно на меня тут выглядит сейчас все. Ну, это творческий беспорядок. Девочки, смотрите, бульончик у меня получился прозрачный. Я сюда сыпанула приправку, сухой укропчик, мели-сунели. Сейчас дочери буду я наливать это через ситочку. Положу мясо и одну картошечку. Дочь моя, восьмилетняя, ест именно так. И пойду сейчас кормить сына, потом будем спать. Мясо очень мягенькое, так что можно спокойно кушать. Девочки, привет. Сына усыпила, что-то так замерзла. И самое главное, я сейчас уже без десяти три, а я где-то двадцать минут второго, буквально, наверное, полтора часа назад заврела чай. Не обращайте внимания на мой чайник, он у меня такой стильный, короче, как я сама. Так вот, я его заварила и забыла. Не то, что забыла, я села вот за машинку и все, и понеслось, короче. Теперь села покушать с вами, поболтать, пообщаться. Как вам понравился мой берет, закетик черный. К сожалению, черный я прям во всей красе показать прям не смогла, потому что черный не передается. Сейчас надо пойти еще делать фото, наверное, чуть попозже, когда на улице тень. Ну, солнышко так как бы уйдет, оно все у нас яркое. Села сейчас, попью чай и сяду обратно, пока ребенок спит, сяду, поработаю. Надеюсь, вам все понравилось. Ну, все-таки, давайте я покушаю. Всем, кто завтракает, обедает или ужина, приятного аппетита. Девочки, смотрите, у меня сейчас время, сейчас скажу, 20.41. Если вы не верите, сейчас я тут включила просмотры, вот, 20.41 вечера, суббота. Я сегодня с часу дня связала быстренько, буквально за 10 минут всю резинку. И вот только до половины дошла. Вот все перебираю петельки. Представляете, у меня, наверное, около пяти часов ушло просто на вот эту половинку. Так что, если кто думает, что на вязальной машинке вязать это очень легко и быстро, нет, это не легко, это нудно. Ну, вот, когда с резинкой сидишь, ее надо перебирать, тем более, что тоненькая ниточка. Вот сижу я и балуюсь. Девочки, я, наконец-то, закончила теребить эту резинку. Покажу вам время. Сейчас, минуточку. 22.53. Почти 11 с часу дня, с урывками, конечно, с перерывами на обед, ужин, готовку для детей, для себя, короче, для домашних. Уф, еле я закончила эту резинку. Боже мой. Сейчас сына усыплю и сяду за вот эту красоту. За вот эту красоту. Боже мой, какая красота. Всем привет, дорогие зрители. Сегодня решили пойти в Дендропарк с сестренкой и с детьми. Но так как... И мы переиграли и решили прийти на детскую площадку, которая у нас недавно открылась в 11 микрорайоне. Посмотрите, как красиво для детей прям в самый раз. Тут и велодорожки есть. Пошлите дальше. Потому что в Дендропарке, в принципе, красиво, но, к сожалению, там и нету таких мест, где можно детям поиграть. И вот мы пришли сюда. Я с собой взяла вязание. Сейчас будем детей с цепи спускать. Карлан, я вам недовольный, сын. Что-то идет, ругается. Вот, сейчас мы пойдем тоже погуляем. Девочки, девочки Шимкента, которые меня смотрят, приходите сюда, смотрите, как красиво. Сегодня у нас вообще чудная погода. Сегодня воскресенье, число 19, да. Скажите, как снимаешь? Вообще повезло жителям этого района, то, что у них открыли вот такую зону отдыха. Вы знаете, здесь еще летом будет такой напольный фонтан. В той части даже есть туалет. Вот здание серое. Есть вон площадки такие, как для скалолазания, как шведская стенка. Ну, короче, тут есть все почти что. И что хорошо, здесь дети. Нереально много детей. Мне холодно вообще. Я вам сейчас так покажу. Ну, я знаю, что меня девочки из Шимкента смотрят. Ну, смотрите, я даже, живя в Шимкенте, я первый раз узнала, что есть такая площадочка. И это все бесплатно. Например, если пойти в какую-нибудь детскую зону отдыха, ну, в кафе с детской площадкой, это все равно все платно. Даже самое дешевое, это может быть 500 тенге. А тут, а тут, смотрите, что есть. Вот, для детей. Конечно, без страховки это все происходит. Но... Мы пришли на такую часть спортивную. Девочки остались там, во взрослой части. Здесь не как у нас. Здесь полностью прорезиненный пол. Сейчас пойдем дальше обследовать. И как хотелось бы, чтобы это все оставалось таким же чистым, красивым, чтобы жители не загадили это все. Мне прям захотелось здесь жить. Все так красиво. Посмотрите, какие у нас облака сегодня в Шимкенте. Красота. Тепло. Вот поправьте, смотрите, дети играют. Давно такого не было. Обычно все дети в телефонах. А те, кто построил вот такую зону отдыха, молодцы. Дай бог вам здоровья. Те, кто придумал из такого места сделать вот такое. Красота. Конечно, дети чуть-чуть одичавшие, но это все поправимо. Мы идем к той детской площадке. Будем сейчас играть. Все, девочки, я буду отключаться. Что? Качели. Нет, Асилтан, сюда идем. Вот так пошли. Вон там тоже качели. Идем. Всем привет еще раз. Девочки, нашла место. Подключилась, чтобы сесть повязать чуть-чуть. Буду продвигать свой такой красивый ментоловый проект. Дети играют там. А я буду вязать и отдыхать. Сменила локацию. Только что села напротив домов. То есть, вами было видно дома наши. И решила сесть вот так лучше. Пускай хоть и такой фом будет виден. Сын играет. И я хотя бы полчасика повяжу. А вяжу я, смотрите, девочки. Я решила кардиган вязать не узором утонка, а узором листья. Раз он у меня такой как бы ментоловый, я решила его в таком растительном варианте связать. Сейчас я пока вяжу реглан. Реглан у меня вот, девочки. Регланная линия у меня идет изнаночная. Я ее впустила как бы регланную линию в узор, чтобы не было там, ну, лицевой как бы линии. Вот вяжу пока что. Решила регланом сверху, чтобы потом, после того, как вывязать рукава, начать всю, короче, длину, весь остаток пряжи, пустить в длину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы еще пока на площадке. Смотрите, как классно. Молодежь играет. Сидит в амфитеатре и играет. Сейчас, наверное, уже пойдем домой. Уже почти шестой час. Смотрите, какие облака красивые. Птицы сейчас. Как красиво. Вот птицы, да. Птицы там летают. Подожди, вон птичка летит. Вон ту птичку споймаешь. Иди, иди к птичке. Вон там голубь гуляет. Не хочешь? Ну, пошли тогда.